Здесь у нас, значит, сверху жилеточки. Это жилеточки, юбочки. Вот здесь, далее. Комплекты школьной формы для девочек и мальчиков, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Будущие первоклассники в реабилитационном центре «Парус надежды» к школе готовы полностью. Нужды нет ни в чем. Детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, материально помогает государство и спонсоры. Но тот факт, что большинство детей здесь фактически брошены, родители не занимаются их воспитанием. Отразился и на физическом, и на психическом развитии. Эти проблемы сегодня также приходится корректировать специалистам. Что можно сказать по речевому развитию? Конечно, не у всех, скажем так, сформирована речь до конца, как бы хотелось. Вот поэтому сейчас мы работаем с ними по программе на пороге к школе. Низкий словарный запас слов, не сформированы коммуникативные навыки, дети не умеют строить диалог, не могут пересказать элементарный стишок, чистоговорку повторить. С педагогической запущенностью работают психолог, логопед, дефектолог. Для педагогов сегодня главное, чтобы малыши вошли в новый жизненный этап в психологически комфортном состоянии. На губки посмотри, улыбаемся на три. Хорошо. В парусе надежды сегодня 10 дошкалят. Каждый нуждается в особом подходе и внимании специалистов. У каждого за плечами жизненный опыт, которому мало позавидуешь. Неполные семьи, пьющие родители, побои и побеги. У меня папа умер и мой дедушка умер, а у меня мама есть и бабушка. А ты пойдешь в первый класс в этом году? Да, просто я, это, маме математики, у меня двойки. У тебя по математике двойки? Да. А почему? Потому что я не высыпаюсь. Ты не высыпаешься? Да. А почему ты не высыпаешься? Потому что музыки я всегда смотрю. Историю каждого малыша в парусе надежды можно слушать со слезами на глазах. Часто они здесь не поодиночке, целыми семьями, с братьями и сестрами. Ждут, когда исправятся, улучшат квартирный вопрос или перестанут пить родители. Поэтому и в школу первоклашки пойдут прямо в реабилитационном центре. Они придут сюда, снимут свою школьную форму, умоются, покушают и лягут спать. Позанимаются, сделают уроки и так каждый день. В Приморье в реабилитационных центрах к первому сентября подготовили более 200 ребят. Первый школьный день должен быть праздником для всех малышей, несмотря на жизненные обстоятельства. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.